Итак, еще один лауреат Нобелевской премии мира, белорусский правозащитник, основатель Центра Весна, Олесь Беляцкий, он вместе с коллегами активно занимался освещением протестов и задержаний во время митингов в Беларуси после президентских выборов 2020 года. Сам Беляцкий находится за решеткой, его арестовали летом 2021 года, как раз из-за митингов. Его коллеги продолжают работу, и с нами на связи Наталья Сацункевич из Правозащитного Центра Весна. Наталья, здравствуйте. Добрый день. Я вас поздравляю, это фантастический день, несмотря на то, что человек, которому в Беларуси, собственно, адресован, как и вашему всему Правозащитному Центру, но в первую очередь Алису, адресована эта премия, и он все равно находится за решеткой. Итак, расскажите, пожалуйста, как вы узнали, и знает ли уже господин Беляцкий о том, что вот он получил Нобелевскую премию? Да, спасибо большое за поздравление. Мы узнали из СМИ, из сообщений в Твиттере на сайте Нобелевского комитета. И, конечно, это была полная неожиданность. Потому что, несмотря на то, что Олесь Беляцкий, мне кажется, уже около пяти раз был номинирован на Нобелевскую премию и входил в шорт-лист, то в этом году он не был фаворитом. По Беларуси, мне кажется, и по Нобелевской премии мира была фаворитка Светлана Тихановская, Владимир Зеленский там был, но не Олесь Беляцкий и не Весна. Поэтому это было большой неожиданностью. И, конечно, сегодняшний день наполнен хлопотами, поздравлениями, хлопотами такими приятными. И большое спасибо за внимание и солидарность, потому что, наверное, информация и распространение информации о том, что сейчас происходит в Беларуси, о том, что сейчас происходит с Олесьом Беляцким, это очень важно и это наше самое мощное оружие, которое есть у нас в руках. Расскажите, пожалуйста, а что с ним действительно происходит? Мы не знаем, сейчас узнала ли Олесь уже о вручении Нобелевской премии мира. Я думаю, что, скорее всего, да, потому что такую информацию сложно утаить даже в условиях СИЗО и тюрьмы. И он уже больше года находится в заключении в очень неблагоприятных условиях содержания, потому что это старый замок, старое здание, ему больше 200 лет в центре Минска, там большая влажность, там плесень, там можете быть в душе только один раз в неделю, прогулка один час в день. И прогулка — это вы находитесь сейчас в бетонной такой коробке просто с решёткой сверху, немного свежего воздуха. И, конечно, это недостаток квалифицированной медицинской помощи, это недостаток в питании, питьевой воде. Со всеми этими перенаселённые камерами, двухъярусные кровати. И это всё, конечно, бесчеловечные условия, при этом Олесь не может встречаться со своей семьёй, отсутствуют официальные встречи с адвокатом. И при этом перед Олесьом стоит перспектива скорого суда и обвинения. И, скорее всего, это будет какой-то большой тюремный срок, такая вот неизвестность. Поэтому, конечно, в таких условиях очень важно почувствовать солидарность и поддержку. Вот эта Нобелевская премия мира — это, конечно, для Олеси в случае его это очень заслуженно. И мне кажется, что очень символично то, что Олесь получил награду в компании таких организаций, как «Мемориал» и «Центр гражданских свобод». И учитывая то, что они работают в России и в Украине, мы видим, как сейчас тесно связаны эти три страны войной. Чем вообще сейчас занимается правозащитный центр «Весна», учитывая всё давление на вас? Что вам удаётся добиваться? Мы продолжаем нашу работу, мы не останавливали её ни на минуту. Весна была основана больше 26 лет назад, и с тех пор постоянно мы работаем. Очень сильно возросла нагрузка, конечно, после августа 2020 года. И к сегодняшнему дню часть наших правозащитников и волонтёров выехали за пределы Беларуси, потому что это единственный вариант безопасности продолжать работу. Мы традиционно работаем с гражданскими политическими правами, и консультируем, и помогаем людям, которые столкнулись с нарушением своих прав. Как их восстановить на национальном, международном уровне? Какие ещё есть варианты помощи? Мы поддерживаем, помогаем политическим заключённым. Мы собираем информацию о нарушениях прав человека в Беларуси, и выпускаем ежемесячные отчёты, годовые, тематические, освещаем эту проблему. Мы везём базу административного преследования, где можно встретить. Кроме этого, да, есть другие направления, потому что Весна – это очень большая организация, с очень большой историей. Но самое главное, как мы всегда говорим про себя, мы защищаем и продвигаем права человека в Беларуси. Это вообще сейчас довольно трудная миссия. Скажите, а как вы собираетесь потратить эту большую сумму, которая вам достанется от Нобелевской премии? Напомню, что Нобелевская премия поделена на три части между российскими, украинскими и белорусскими правозащитниками. Да, традиционно финансовая часть премии – это большая поддержка. Тут хочу обратить внимание, что премия прислажена Олесе Беляцкому, и, конечно, как распорядиться, ей будет принимать решение сам Олесь. Спасибо большое. Но я, насколько я знаю Олеса, подозреваю, что эти деньги пойдут на работу с правами человека в Беларуси и становление демократии. Но он ждал когда-нибудь такую премию? Вот видите, команда Тихановская очень ждала. Они всячески разгоняли эту тему, говорили, что они там в топе, и все ставки на Тихановскую. Были ли у вас такого рода ожидания? В этом году точно нет. Нет. В предыдущем, может быть, немного выше, когда было еще свежее задержание Олеси. Плюс это уже второй раз, когда он находится в неволе по уголовному делу. У меня не было разговоров с Олесем когда-то на Увелевской премии. Я, честно говоря, не знаю его личные отношения, но он про премию всегда говорил, что это очень хорошо, это большая поддержка. Он безумно благодарен, когда это происходит. Единственная премия, которую он бы, как он сам говорил, никогда не принял, это из рук белорусского государства. Я очень жду реакции Лукашенко, честно говоря. На реакцию Путина я не особенно рассчитываю, особенно сегодня в день его рождения, а реакция Лукашенко меня очень в этой ситуации интересует, и мы знаем, что он довольно болтливый, поэтому наверняка что-нибудь скажет. И, естественно, я жду реакции Владимира Зеленского, который наверняка выскажет слова поддержки, наверное, единственный из всех трех лидеров, выскажет слова поддержки новым лауреатам премии мира. Спасибо большое. Это была Наталья Суценкевич из правозащитного центра «Весна». Здесь и сейчас.